Приветствую вас. Сразу скажу, что вы не указали, сколько вам лет, вы не указали, значит, работали ли вы с психологом раньше, до этого, вот. Совершенно очевидно, что у вас куча, просто куча негативных установок, которые не дают вам, видимо, жить, которые мешают вам очень сильно, вот. То есть, это действительно такие очень серьёзные негативные установки, как то, что я неудачный, то, что я ничего не могу, то, что у меня ничего не получается, то, что я вот такой-такой-сякой-такой, вот. Не то, чтобы я вас сейчас от этого всего пытался как-то отговорить, нет, просто идея, моя идея заключается в том немножко, чтобы указать, что это всё вам мешает. То есть, по факту, по факту, получается так, что вы живёте, вы являетесь тем, кто вы есть, но вы себя отрицаете, из-за этого вы переживаете, не можете раскрыться. В зависимости от того, сколько вам лет, работа будет идти по-разному, то есть, я имею ввиду, что если вам лет, ну, как бы, больше тридцати, это одно, если вам меньше тридцати, это совсем другое. Вот, если вам два сорок, это третье, то есть, это вот всё точно не то, что нужно, нужно понимать, необходимо понимать, да? Вот, при работе, опять же. Значит, вы пишете, как себя принять, и универсального рецепта нет, потому что у вас своя универсальная, уникальная, индивидуальная история жизни, и вам эту самую свою историю жизни, как раз таки нужно рассмотреть, прожить, изменить отношения, где-то найти свои чувства, которые вы когда-то забыли, да? Например, вот, чувство, что я в любом, в любом, абсолютно в любом случае и при любом раскладе достоин того, чтобы быть, там, любимым нашим и так далее. Что не важно, как я выгляжу и так далее, важно то, что я делаю, то, что я из себя представляю как личность. Вот это вот всего у вас, конечно, нет. И вопрос, который вам следует задать здесь, это то, что вы хотите с этим делать. То есть, вы пишите, мне ничем не повезло, можно сказать, да? То есть, вы сразу перекладываете в себя ответ, в себя ответственность, наступаете в роли жертвы. Когда человек говорит, повезло, не повезло, это все-таки роль жертвы. Почитайте про треугольность Карпмана, я думаю, что там вы, в этом, ну, там вы для себя найдете более полную информацию об этом. Вот. Дальше, значит, не учитывая того, что, может, родился неинвалид. Среднего роста, очень худой, это не исправить, не надо никаких советов, это не исправить. Я набрал столько, сколько было возможно. Но, опять же, худой, это, опять, может быть связано с вашей тревожностью, нервным напряжением, постоянностью вы перестанете, тревожностью, перестанете, испытываете нервное напряжение, может быть, соберете больше. Вот. С генетикой не повезло, чем именно, непонятно, почему не повезло. Как бы генетика, это что такое? Это кирпичики. Это просто какие-то факторы. А вот как бы ими пользоваться будет, это уже другой вопрос. Вот. То есть у человека генетика может быть, например, изобретательным, потому что он может быть изобретательным преступником, а может быть изобретательным полицейским. Так вот. О. Ээээ. Сухожилия длинные, участки, и что? Счеты лица, точно. Тоже такие себе. Что значит такие себе? Ну, видите, это, вот, с какого эталона вы берете, ээээ, как бы, Женьку, с кем вы себя сравниваете? А самое главное, почему вообще вы себя сравниваете? Выглядит как по бресткам, что это значит тело короткое, а конечности длинные. Ну и что? Ну и что? Опять же, у вас есть какие-то плюсы? Нужно их найти и использовать. Нужно реализовывать себя. Нужно реализовывать свои ценности, свои цели, свои желания. Вот и всё. Эээ, самый жалкий демпирамент миланхолика. Он, самый жалкий демпирамент миланхолик. Ну, я смотрю, как подготовлено немножечко психологически. Вот. А вообще по жизни ни в чем не везет. Ну, опять же, да, если я рассчитываю так, как вы, что вот именно есть везение и невезение, то, ну, да, наверное, вам действительно ни в чем не везет. Но нужно понимать, что вы не несете никакую ответственность здесь за что, по сути, что делаете. То есть, вообще никакой ответственности вы не несете. Вообще никакой ответственности ничего не берет. То есть, вы говорите, мне везет, не везет. У меня есть два варианта. Либо не везет, либо не везет, либо не везет. Всё, больше нет. Ну, вы же понимаете, что это не серьезная ответственность абсолютно. То есть, как бы, человеку не может везти или не везти. Человек либо что-то делает, либо он ничего не делает, да? Вот. И всё. А везет, не везет, это из области мистики. Мистики немного. Не согласны? Да. Вот. То есть, вопрос. Что вы готовыли сделать, чтобы это все, ну, чтобы Стас изменился? Какой бы ли вы работали над собой, например? Вот. Потому что вы пишите, как принять себя и не комплексовать, это очень общий вопрос. Это очень общий вопрос. Значит, не конкретные аргументы, почему вы, например, сравниваете себя с другими людьми, допустим. Допустим. Прямо конкретные, чёткие аргументы, почему я сравнивал себя с другими людьми. Конкретные и чёткие аргументы. Откуда у меня взялась точка зрения, позиция, что я, собственно, должен сравнивать себя с другими людьми? Вот, это тоже очень важный момент, это тоже очень важные истории для вас, вот, если вы на всё, на это обратите своё внимание, самое пристальное, то ситуация будет гораздо лучше развиваться и выглядеть. Вот, ну и самое главное, конечно, это принятие ответственности и личной ответственности, да, то есть перестать обвинять своё внешнее, там что-то ещё, и найти выгоду. То есть, почему вы, зачем вам это, зачем вы ищете причины, по которым, собственно, вам, условно говоря, хочется себя обвинять, зачем, зачем вам причины, чтобы что, что вы боитесь, что вы хотите доказать, к примеру, доказать, допустим, себе, вот, какую позицию вы хотите, ну, условно говоря, подчеркнуть, вот. то есть это вот, эм, то, что нужно опять же, опять же исследовать, то, что нужно опять же смотреть, да, какая позиция, какую позицию конкретно вы хотите, ну, пролонгировать, да, вот, исходя из этого, уже можно будет вам предлагать какие-то, какие-то моменты, то есть, грубо говоря, ищите вторичную выгоду, ищите, ищите вторичную выгоду своих действий, вот, она есть, сто процентов, вот, просто вы её ещё, ну, вы её ещё не нашли, вы её не увидели, но она есть, вот, и обязательно определите для себя, что вы хотите, от психолога, что вы хотите, что вы хотите делать, вот, вот так, на этом, в принципе, мы закончим мой ответ, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, дополнительные, пишите в личку, буду оттонуть, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего дня, доброго, я желаю вам больше когритики, потому что, то, что вы написали, это, может быть, и является фактом, всё, но это никак не демонстрирует нам, что вы хотите от психолога, соответственно, вопрос, как принять себя и не комплексовать, ответить на это мой на одно, лично с нервом, но не лично с нервом, то одно у него только психолог, как вы понимаете, или только подтверждать психотерапию, вот, поэтому, вот, если он ответил вам на этот вопрос, то вам, как вы понимаете, не холодно говорить, что, вот, нужно всё-таки больше, больше конкретики, нужно разбираться, нужно вот, чтобы вы раскрывались, чтобы вы доверяли, чтобы вы, значит, отследили вот эту вот установку, что я плохой себя каким-нибудь не должен и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Отследили кому он от принадлежит, и отследили свои чувства, привычные чувства отношения к этой установке. Вот так Удачи вам Всего самого доброго Выбирайте себе психолога и начинайте работать Результаты себя ждать не застал